Жители Германии, Бельгии, Франции, Белоруссии, всего почти полсотни стран сегодня пересели на велосипеды и не только к экологическому движению во Всемирный день без автомобиля. Из года в год присоединяются все больше участников. В Минске даже у Дома правительства сегодня утром парковка пусковала. Депутат Людмила Макарина-Кибак на работу приехала на велосипеде. Сегодня в мире объявлен Всемирный день без автомобиля, поэтому я как врач и человек, который считает, что все люди должны вести здоровый образ жизни и сама его веду, я сегодня решила на работу приехать на любимом велосипеде. В обычные дни я тоже люблю кататься, но уже после работы. А сегодня вот именно для того, чтобы поддержать, для того, чтобы экология нашего города и нашей страны стала лучше, я решила приехать на велосипеде. Чтобы воздух стал немного чище автолюбителям, в столице предложили пересесть в общественный транспорт. При этом, если с собой водительское удостоверение и техпаспорт, прокатиться можно бесплатно. Воспользовался возможностью и народный артист Анатолий Ермоленко, который в обычные дни едва ли не живет за рулем. Конечно, это имеет какой-то эффект, потому что в обычный день вот здесь, на вот этой площадке перед домом, нет ни одной машины. Все утром выезжают на машинах на работу по своим делам. Сегодня все-таки есть какие-то сознательные люди, которые, как и я, которые оставили свои автомобили и двинулись на работу пешком, на общественном транспорте. Я думаю, что это приносит пользу и окружающей среде, и нам. На родине экологической инициативы в Париже для движения транспорта закрыли более 600 километров дорог. Исключение для автобусов, такси и автомобилей экстренных служб. Жители Брюсселя прокатились вверху на лошадях, а в Марокко по традиции встали на ролики. Продолжение следует...